В предыдущей передаче вы смотрели А другой человек, ему дали ячейку У него на ячейке Три бабушки, одна умерла уже Он все равно Он перегруженный, реально Он провел ячейку, он говорит, все, я не вывожу В церкви давление На меня давлять, давлять и давлять Я уже не могу Кто на тебя давать? Бабушка Да она же уже умерла Она не может на тебя давить Понимаете, вот наша проблема Поймай наслаждение От служения Богу И ты увидишь, как огонь будет гореть Как Бог будет творить чудеса В твоей жизни Как церковь будет расти Ячейка будет расти Люди будут спасаться Ведь это и есть наше наслаждение Понимаешь, когда ты родился свыше Уже все То старое тебе уже наслаждение Не принесет Из-за этого и конфликт Из-за этого и религия Из-за этого плохо Потому что человек Он уже новый Он уже родился свыше А он тянется к старым грехам Он думает, что если он сейчас Что-то сделает, что он делал раньше От этого ему легче станет Нет Ни в коем случае Ты уже не удовлетворишься этим Ты уже не сможешь так жить У тебя уже новая жизнь И нужно это принять В этом есть смирение Скажи на это аминь Аллилуйя Теперь запиши себе Будь сконцентрирован На Христе Понимаете Твоя концентрация Должна быть всегда на Иисусе На Иисусе Когда ты концентрируешься На Иисусе Послушай Ты в этот момент Соединяешься С источником И благодать Божья Приходит к тебе Подкрепляющая тебя Ты проходишь Как и все люди Трудности Испытания Но ты их реально побеждаешь Внутри тебя Нет этого слома Внутри тебя Нет этого поражения А человек Который концентрируется Не на Христе Он будет обязательно Концентрироваться На проблемах И когда ты концентрируешься На проблеме В этот момент Эта проблема Оживает И растет Ты должен знать То на чем ты концентрируешься Тому ты даешь жизнь Можешь себе записать это Твой Бог На самом деле Это то Чему ты даешь Внимание В своем разуме Если ты даешь Внимание Сегодня Нуждам То Твои нужды Становятся Великими И они Приводят тебя В рабство Если ты даешь Сегодня Внимание Своей болезни Эта болезнь Она растет Но если ты Сегодня Все внимание Отдаешь Иисусу И концентрируешься На нем Болезни засыхают Нужды засыхают Все проклятия Засохнут Амин И ты сможешь Идти дальше И ты концентрируешься На Иисусе А не на служении Ты концентрируешься На Иисусе А не на проблемах И на нуждах Только Он И вот вдумайтесь Сами сейчас И подумайте вот об этом Можете записать себе Что Служение Это плоды Служение Это наш плод А отношение С Богом Это наши корни Знаете К чему я это говорю К тому Что Мы бывает Начинаем Правильно Мы начинаем С молитвы Мы начинаем С огня Но потом Когда что-то Появляется Плод какой-то Какие-то результаты Мы переключаемся И мы теряем Отношения С Богом И мы даже Можем Этого не заметить Что так получилось Что мы уже Не молимся Целую неделю Понимаете Я вам скажу У меня в жизни Такого нет Я молюсь Каждый день молюсь Я уделяю Тому времени Но из-за чего Из-за того Что в начале Моей христианской жизни У меня были Горькие уроки Потому что Когда я терял Молитвенное общение С Богом То потом Я переживал Сильные духовные кризисы И чтобы восстановить Это Я платил Большую цену И я знаю Что никогда Нельзя потерять Потому что Потом будешь Платить за это Но смотри Ты начинаешь Правильно Начал с молитвы Начал с отношений С Богом А потом Как будто Переключился На служение На дела Какие-то Переключился На ячейку Переключился На все И ты уже Не заметил Даже Просто уже Видишь Что отношения С Богом Которые у тебя Были Они потеряны И это Есть проблема Понимаете Это Это Есть проблема Из-за этого Этот огонь Угасает Огонь Всегда Будет гореть Когда у тебя Есть Острота В отношениях С Богом Острота То есть Нужно Я говорю Такие слова Не знаю Как сделать Чтобы вы Их запомнили Но За отношения С Богом Нужно Бороться За отношения С Богом Нужно Бороться Они Автоматически Не будут У тебя Оставаться За это Нужно Бороться За это Нужно Сражаться Иаков Он боролся С Богом И А почему Он боролся Разве Он не мог Просто посидеть Сказать Боже Давай Сделаем Что-то Оказывается За отношения С Богом За его Благословение За его Одобрение В твоей жизни Нужна борьба Но зато Когда ты поборолся И отвоевал Отвоевал Оно Твое Вот есть люди Которые Что-то Отвоевали И я Вижу Таких Людей Если К примеру Я смотрю На моих Помощников И я Смотрю На моих Помощников И я Помню Как Однажды Наташа Бессонова Она взялась За домашние Группы Полтора Месяца Она молилась Каждый день Приходила Рыдала У нее Она не знала Как сделать Так Чтобы родилось Что-то И она Отвоевала В отношениях С Богом Благословения И когда Она его Отвоевала На нее Пришел Дух Реально Дух Премудрости Откровения И она Сразу Стала Понимать Все В ячейках И вот Ты знаешь Она берется За ячейки Может Через месяц Изменить Вообще Всю церковь Каждый раз Как только Касается Этой темы Она в этом Профи Равных ей Я никогда Не видел А почему Потому что То что ты Отвоевал То будет Твое Ты слышишь Есть люди Как пастор Валик Есть люди Которые Мои ходатай Которые Молятся И они Реально Получают От Бога Ответ И они Звонят И говорят Такой Это день Будет То-то Это не Вот эти Пророки Шизанутые Я извиняюсь Которые Постоянно Гонят Что-то Понимаете Пургу Какую-то Простите За такие Выражения Они Мне Просто Достали Это А это Настоящие Божьи Люди Которые В молитве Что-то Отвоевали Понимаете И на них Это Есть Если Человек Молится Ты ему Даешь Нужду И Здесь Уже Всякий Фальш И всякая Ложь Слетает Потому что Если есть Нужда На нее Нужно Получить Реальный Ответ Так или Нет Особенно Когда ты Звонишь И говоришь Дорогие Ходатые Вот нам Сегодня Нужно Вечером Чтобы Миллион Долларов Был Вот тут Все же Пророки Куда-то Свои Пророчества Девают Потому что Тут уже Не обойдешься Пророчеством Тут если Бог тебя Слышит То он тебе Ответит Так или Нет Они Звонят И говорят Вот так И так Будет Вот это Нужно Сделать Сто Процентов Произойдет Вот это И ответ Приходит Понимаете Когда ты Что-то Отвоевал В отношениях С Богом Это За тобой Закрепляется На всю Жизнь Это До конца Дней С тобой Будет Если Я Я вам Просто Рассказываю Я молился И в 2004 Году Бог мне Дал Откровение И покаяние Людей Это вот Благодать Которую Мне дал Господь Это была Моя самая Большая Мечта И всегда Это остается Моим Самым Главным Покаяние Людей Куда Бы Я Не Приехал Я Бывал В церквях В которых Покаяния Не было По два Года Я Я в одну Церковь Приехал Это В Москве Было Там Покаяния Не было Вообще Но они Говорят Два Года У нас Никогда Никто Не Каялся В церкви 50 человек Короче Говоря Я вышел Мне дали Слово Я вышел Говорю Иисус Господь Аллилуйя Дьяволу Конец А С Богом Мы Победим Ну Сказал Проповедь 15 минут Говорю Кто Хочет Покаяться 11 человек Выбежало Неверующих Они Говорят Мы Не Можем Понять Как Они Сюда Попали Говорят Сюда Два Года Говорят Ни Один Неверующий Не Заходил Но Бог Он Если Тебе Что То Дал То Он Знает Где Ты Будешь Завтра Амин Он Знает Где Ты Будешь И Он Уже Там Выстраивает Он Уже Туда Если Ты Отвоевал Что-то В отношениях С ним Вот Благословение Какое-то Все Понимаете Когда Ты Теряешь Огонь Когда Ты Теряешь Страсть Когда Ты Теряешь Наслаждение Когда Ты Теряешь Вот Этот Можно Сказать Тонкий Момент Вот Этой Божественной Любви Дьявол Стоит И Торжествует Он Говорит А Теперь У Этого Человека Ответов На Молитву Дело Его Рухнет Все У него Будет Плохо Понимаете Меня А если Огонь Сатана Просто Бежит От Тебя Потому Что Бог С Тобой Халлелуя Следующее Очень Важно Знать Для Нас Уже Заканчивая Сейчас Что Нужно Чтобы Вот Этот Огонь Его Не Потерять Чтобы Не Получилось Этой Проблемы Верь В Награду Верь В Награду 1 Коринфянам 15 Глава 58 Стих Итак Братья Мои Возлюбленные Будьте Тверды Непоколебимы Всегда Преуспевайте В деле Господнем Зная Скажи Со мной Зная Скажи Еще Раз Это Очень Важное Слово Зная Что Труд Ваш Не Тщетен Пред Господом Халлелуя Халлелуя И теперь Смотрите Еще Одно Место Колоссянам Просто Вы должны Обратить Внимание На Эти Слова Колоссянам Третья Глава Понимаете Ты Знаешь Когда Ты Служишь Ты Знаешь Что Обязательно Будет Награда Ну Сто Процентов Ну Вот Сто Процентов Ты Скажешь Пастор Так Это Будет Награда Когда Меня Закопают В землю И Моя Душа Уже Полетит На Небо И Там Я Уже Замученный Здесь От Служения Стану Перед Иисусом Меня Ангелы Будут Держать Потому Что Я Не Смогу Стоять И Там Он Мне Даст Какой-то Венок Оденет Мне Его На Голову А Я И Так Буду Уставший Венок Будет Тянуть Вниз Знаете Дьявол Так Хочет Чтобы У Людей Было Религиозное Представление О Боге О Служении Обо Все Что Связано С Богом Он Наверное Придумывает Все эти Картинки Понимаете Но На самом Деле Если Писание Говорит Что Труд Наш Не Тщетен И Что Нас Ждет Награда То Я Хочу Тебе Сказать Как Это Работает Прежде Чем Буду Читать Следующее Место Как Это Работает Вся Наша Жизнь Она Состоит Из Разных Маленьких Проектов И Периодов К Примеру Сейчас В твою Жизнь Приходит Период И Ты Должен Спасать Людей Никто Этого Даже Может Не Контролировать Это Никто Не Знает Кто Знал Про То Что Я Спасаю Людей Когда Я Не Был Пастором Друзья Я Спасал Людей Каждый День Я Проповедовал Все Время Я Посещал Людей Я Искал Кто Знал Об Этого Никто Не Знал И Так И Ты Ты Спасаешь Людей И Это Как Твой Проект Это Как Временный Этап И Бог Вот Смотрите Он Всегда Смотрит На Тебя В Разрезе Какого То Времени Есть Такое Понятие В Библии Написано День Господень Кто Помнит Такое Что Посещает Тебя И Проверяет То Что Ты Сделал И Вот Когда Он Смотрит На Твою Работу Которая Прошла К примеру За последние Три Месяца И Бог Он Посещает Тебя И Проверяет И Когда Он Увидел Что Ты Работу Сделал На Высшем Уровне То Ты Горел Ты Любил Через Тебя Плод Большой То Писание Так И Говорит Что Приходит Награда И Бог Начинает Бог Как Бог Добрый Он Поощряет Тебя И Он Начинает Давать Тебе Свои Благословения И Это Реальность И Когда Он Тебе Дает Новый Уровень Духовный Когда Он Тебе Дает Благодать Когда Он Тебе Дает Поддержку Финансовую Когда В твоем Здоровье Начинаются Перемены И Знаете Он Дает Тебе Веру На Большее И Ты Раньше Ты Не Мог В Это Верить Но Сегодня Ты Уже Веришь Многие Люди Раньше Послушайте Да Вы Были Счастливы Если Бо Вам Кто 20 Гривен Дал И Вы Можете Это Вспомнить Где Это Вам Пожали Руку И Дали 5 Долларов И Вы Просто Стояли Такое Счастье Вообще Такое Счастье Вы Говорили О Меня Благословили Халилюя Если Конверт Дали Вы Отходили Что Там Конверте То Сейчас Посмотрите Сейчас Вы Уже Даете Деньги Есть Такое Или Нет Бог Все Поменял И Это Уровень Понимаете Он Меняется Периодически Приходит Награда Она Не Будет Только На Небесах Друзья Награду Мы Получаем Уже Здесь Колоссянам Смотрите Что Здесь Говорится 3.23 И Все Что Делаете Делаете От Души Как Для Господа А Не Для Человеков То Здесь Говорится О Мотивах Зная Что В Воздаяние От Господа Получите Наследие Ибо Вы Служите Господу Христу А Кто Неправо Поступит Тот Получит По Своей Неправде У Него Нет Лицеприятия Итак Смотри Когда Речь Идет О Твоем Труде Испытывай Свои Мотивы И Старайся Все Делать Так Как Как Будто Бог Перед Тобой Как Будто Сугубо Для Него Ты Это Делаешь Проповедуешь Евангелие Делай Это Так Как Будто Для Него Ты Это Делаешь Ты Знаешь Когда Ты Заходишь В свою Молитвенную Комнату Не Молись Так Как Будто Бога Там Нет Ты Должен Молиться Так Как Будто Он Там Есть Потому Что Он Там Обязательно Есть И Когда Ты Ведешь Домашнюю Группу Или Делаешь Какую-то Работу Делай Это Так Чтобы Получить Награду Вот Вы Знаете Друзья Я Верю Всем Своим Сердцем В Награду Я Говорю Об Этому Открыто Откровенно Потому Что Я Знаю Где Я Был Вы Поймите Я Был Пастором У Которого Не Росла Церкова Который Был В Этой Деревеньке Страшной В Которой Вообще Все Было Плохо У Нас Еды Не Было Я Скажу Вам Тяжело Все Было Все Было Плохо Все Не Клеилось Но Я Знал У Меня Однажды Такой Случай Был Вот Когда У Меня Было Все Очень Плохо Я Приехал В Днепропетровск В Гости Ехал В Машине Со Своим Другом Сергеем Янышем А у Него Все Там Росло Церковь Растет Уже Было 200 Человек На То Время И Было Все Так Круто А у Меня Вообще Ничего Все Плохо Я Помню Я Еду И Только Я Слышу Что У Него Все Так Хорошо Так Хорошо Так Хорошо Так Хорошо Так И Там У Него Хорошо И Там Хорошо И Там Хорошо И Мне Это Надоело Радоваться Я Помню Я Так Расстроился Внутри Вот Глубоко Что Я Сижу Так В машине Говорю Боже Так А Почему Так Плохо Все У Меня И Бог Мне Сказал Друзья Это Серьезно Бог Мне Сказал Местом Исписания Это Спаслание Тимофея Он Сказал Ибо Хорошо Служившие Приготовляют Себе Высшую Степень И Великое Дерзновение В Вере Во Христа Иисуса И Бог Мне Открыл Это Местописание И Сказал Если Ты Будешь Верно Служить Мне И Хорошо Служить То Я Подниму Тебе Еще Больше Я Помню Я Получил Это Слово И Я Вернулся В Перещепино И Я Трудился В Веря В Награду Я Трудился Веря В Новый Уровень Я Трудился Веря В То Что Бог Обязательно Мне Воздаст Что Он Переведет Меня На Новый Уровень Что В моей Жизни Все Изменится Я Вам Хочу Сказать Сегодня Что И Вы Трудитесь Так Чтобы Получить Эту Награду Это Местописание Я Вам Хочу Дать Его Потому Что Это Очень Важное О Иисус Аллилуйя Первое Тимофею Третья Глава Тринадцатый Стих Я Зачитываю Ибо Хорошо Служившие Приготовляют Себе Высшую Степень И Великое Дерзновение В Вере Во Христа Иисуса Ибо Хорошо Служившие Кто Из Вас Хочет Хорошо Служить Аллилуйя Телезрители Дорогие Нужно Хорошо Служить Богу Хорошо Служить Тогда Придет Вера Написана Такая Что Это Будет Великое Дерзновение Здесь Подчеркните Себе Великое Дерзновение В Вере Что Это Значит Это Сумасшедшая Смелость Это Когда Если Нужно Тебе Помолиться И Получить Ответ То Сам Бог Тебе Даст Веру Вы Должны Читать Внимательно В Деяниях В Третьей Главе Апостол Петр Говорит Когда Исцелился Он Говорит Такие Слова И Вера Которая От Него Даровала Ему Исцеление Кто Помнит Эти Слова Там Третья Глава Деяния И Вера Которая От Него То То есть Получается Что Когда Бог Тебе Дает Веру Меру Веры Это Определяет Уровень Чудес В твоей Жизни В твоей Жизни Могут Быть Чудеса К примеру И Это Твоя Вера К тебе Пришло 100 Долларов И ты Реально Понимаешь Это Чудо У кого-то Уровень Веры Вообще Другой У него Уровень Веры Его Благословили Машиной Мерседесом Новым Он Говорит Вот Аллилуйя Понимаете Разницу Я как бы На таких Примитивных Примерах Говорю Но У кого-то Сегодня Вера На то Чтобы Его Семья Была Счастливая У кого-то Не хватает Этой Веры У кого-то Вера На то Чтобы Здоровье Было У кого-то Не хватает Этой Веры И Сегодня Наша Вера Должна Расти Все На это Амин Скажут И Вот Когда Мы Хорошо Служим Наградой Нам Будет Эта Вера Награда Нам Будет Это Дерзновение В Вере Награда Будет Великое Дерзновение Вере И Здесь Знаете Что Говорится Посмотрите Себе Высшую Степень То Сегодня Ты Не Служишь Богу Ты Ничего Себе Не Готовишь Но Когда Ты Служишь Богу То Ты Приготовляешь Себе Высшую Степень И Вот Эта Высшая Степень Она Очень Важна Для Тебя Потому Что Вот Послушай Меня Пройдет Пройдет Пять Лет Если Ты Хорошо Служил То Через Пять Лет Ты Будешь На Высоком Уровне Своей Жизни А Если Ты Плохо Служил Вот Пойми Пройдет Пять Лет Вы Меня Слышите Пять Лет И Окажется Что Ты Где Был Пять Лет Назад Там Ж И Остался Ну Неужели Ты Этого Хочешь Я Скажу Тебе Я Живу У меня Каждый Год Жизнь Так Меняется Что Эти Скоростя Это Вообще Просто Вот Так Перемены 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 Еще Два Года Назад Я Жил В Днепропетровске И Не знал Даже Про церковь Киеве Прошло Два Года Здесь Целая Огромная Церковь Ты Хочешь Чтобы у тебя Через пять лет Были Огромные Перемены Ты Должен Понять Запомни Этот Урок Огонь Внутри Тебя Никогда Не дай Ему Угас Не дай Дьяволу Затушить Огонь Внутри Тебя Для Этого Наслаждайся Делом Божьим Третье Сконцентрируйся На отношениях С Богом На отношениях С Духом Святым Наслаждайся Этой Молитвой Не молись Как в рабстве Я должен Молиться Я должен Сегодня Помолиться Если ты чувствуешь Что ты должен Помолиться Лучше не молись Лучше уйди От этого Должен Лучше пойди Другим путем Лучше скажи Господи Я не хочу Я не хочу Потому что Есть поговорка Насильно Что Насильно Мил не будешь И Бог Он не хочет Чтобы было Что-то насильно Ты меня слышишь Или нет Отношения Должны Выстроиться Ты должен Найти эту нить Это наслаждение Как между Мужем И женой Если что-то Люби меня Ну так Так не получится Ты должен Так не получится Ты должна Это только разрушает Так я говорю Или нет Ну Бог хочет Чтобы ты поймал Наслаждение Чтобы ты в молитву Приходил И ты Поймал Наслаждение Чтобы ты говорил О класс Супер Вообще Сколько я должен Молиться Час О Боже Перестань Ты когда приходишь Ты начинаешь По другому Ты вообще говоришь Я не знаю Сколько я буду Молиться Я хочу Наслаждаться Наслаждаться Боже А как же Вот эта нужда Я верю Все будет хорошо Господь Просто придает Твои руки Вот хочу так Поговорить с тобой А у меня Вот эта проблема Господь Пожалуйста Три минуты Послушай мне Про эту проблему Нарушь все правила И скажи Вот эта проблема Вот эта проблема Господь А теперь давай Поговорю Понимаешь Разрушь Все стереотипы Построй огонь Внутри себя Построй наслаждение Внутри себя И когда ты будешь Наслаждаться И отношение С Богом О Аллилуйя Какое это наслаждение И следующее Верь в награду Верь в награду Запомни эти пункты Огонь Наслаждение Отношение Концентрация На Боге И верь в награду Твоя награда Она обязательно Есть Через месяц Уже Твоя жизнь Может начать Меняться Может через три Но не больше Запомните Я из опыта Говорю Что буквально Вот каждые Три месяца В твоей жизни Могут быть перемены Потому что Бог тестирует Тебя Бог смотрит на тебя Бог обращает Внимание Он приходит Проверить Что ты делаешь И ты даже не знаешь Что Бог тебя посетил Просто вдруг Все поменялось В жизни Вдруг ты видишь Что что-то изменилось Конкретное Субтитры